так какие творческие планы вот вы сейчас давайте вы сейчас легализуетесь допустим появится вас разрешение на работу надеюсь что будем делать мне все кажется что все уже все знают сколько вас знают может быть сколько-то но вот все-таки я не знаю кто не знает я в риэлтор это хорошо но риэлтор это очень нестабильный доход и даже если со временем вы начинаете прилично зарабатывать то поначалу вы совсем ничего не зарабатывать а даже тратите немножко поэтому риэлтор как бы ну хорошо риэлтор если там у тебя мужик программист допустим да и ты можете позволить или там он хорошо зарабатывает еще чем-то а если у тебя нет у вас есть я знаете профессии какая нет я ранте вы проценты живете да ну проценты есть откуда брать у меня есть какие-то небольшие деньги которые мне приходят и какой-то прожиточные минимум они мне обеспечивают то есть вы можете допустим как бы на до старых запасах раскручивать бизнес так чтобы мне прям вот я чтоб голодала и мне нужно было на корку хлеба заработать такого так вопрос не стоит ну хорошо вы хотите быть риэлтором на русском рынке как-то вот чтобы к вам из москвы приезжали покупатели чтобы вот местные русские или не обязательно русские нет просто мне нравится ездить у меня как вот я себе это представляю мне нравится калифорния мне нравится тут водить машина мне нравится дома я хочу все это совместить но где но все-таки вы на русскую аудиторию ориентируйте ну потому что с русскими у вас как бы более культурного ближе и вы можете со временем как бы поднять подняться вы еще выше еще выше еще выше в культурной адаптации собственной его у вас появятся общие точки с другими тоже но поначалу я сколько русских риэлторов знаю они как правило все начинали именно соотечественников кроме того среди русских очень много людей которые что-то покупают потому что много новичков они подрастают им нужно что-то купить сначала они покупают там entry-level property какой-то потом прошло там три-четыре-пять лет детки подросли там еще что-то зарплата повысилась они еще купили это продали поэтому это очень динамичная русские ну скажем да русскоязычная это очень динамичная в смысле покупки продажи недвижимости группа людей то что им все надо и у них ничего нету они приехали ничего нет надо купить тут купить там купить здесь ну и классно это 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 неплохо совсем неплохо а потом у вас канал есть да то есть вы можете как-то рассказать что вы что-то делаете вас будут знать и я считаю дома показывать да а вы смотрите вот я показываю опенхаусы иногда очень редко что-то вижу потому что видео много и не знаешь как ребята любят смотреть опенхаусы вот я могу сказать что статистически привлекает очень много внимания и стройка сама по себе и опенхаусы все смотрят за что можно купить что почем это очень популярная тема поэтому еще что происходит когда вы вот вот вы разговариваете мы с вами сидим беседы да и если вы на форуме пишите а у меня 15 летний опыт там писания на форумах на форуме это может кто угодно и вот я наперсида пишу от своего имени и там все знают что это я даже я по каким-то ником пишу или это это я и все знают что это я и любой человек абсолютно который вот как у вас в комментариях ты не знаешь кто он ты не знаешь что он ты не видишь его лица ты не знаешь его имени и ты не знаешь где он живет но он пришел и написал про какую-то гадость например и если он просто про вас написал и вам пофигу это одно если вы занимаетесь бизнесом каким-то и он про вас написал вам уже не так все равно да я согласна одно дело просто желтая пресса а другое дело это уже немножко коммерческий характер приобретатель но дело не в этом дело в том что вот он написал и вы написали и вот вы вроде вот вы и вот ваше лицо а он неизвестно кто и неизвестно что но вот он тоже написал а если 10 напишут то уже ваше не пляшет когда у вас видео вот мы с вами сидим беседы и кто-то написал то реакция такая и могут ну просто ты гад потому что мы то знаем что человек хороший то есть визуализация вот это она позволяет тем кто к вам тяготеет сказать да этот правильный человек тем кто отталкивается от вас отторжение испытывает сказать это не мой человек то есть визуализация позволяет людям понять где правда где неправда вот смотрите политическая компания там губернатор президентом сколько людей выступает говорят черт их знает одно и то же ну вот особенно когда это выборы там в пределах одной партии да и они как бы все с одной платформы примерно это не говорят что-то говорят евро и думаешь что где разница чего разница и они могут быть одно и то же вот из этих десяти ты этому веришь а тем девяти нет клинтон например вызывал большое доверие он настолько был вот харизматичным вот он говорил он вызвал доверие обама как сейчас нет а вот когда он только шел на первый свой срок там избирался он был очень харизматичным при том что было видно что он конкретно не говорит ничего а на вопрос а какой чень что за чень что-то вы что вы чили и когда себе видел чень который ему хотели и он потому что вот он грамотно прошел кого-то начал перечислять что за чечен с половиной были собрал но к чему я рассказываю что но он вызывал доверие это не значит что он не жулик это значит он вызывает доверие поэтому вот вы такой визуализированный человек то вот вы раз будете рассказывать про дома про недвижимость продукты вы можете рассказать как бы школе учитесь тоже интересно то есть как бы и дальше вы искать да и поскольку вы вызываете доверие то безусловно какое-то короче не всем не у всех я вызываю доверие кому-то на бог с ними каком которую не вызывает то что них вообще говорит значит у кого-то вызывайте доверие так я не пойду посоветую силе там допустим пусть там ирина там посмотрит потому что в рил эстете агент который не добросовестный так назовем да может очень серьезно и настроение испортить и на деньги тебя подставить и все что угодно у меня есть плейлист кстати на канале там про рил эстет про риэлторов по профессию риэлтора я как-то чтоб 5 или 6 наговорил я помню а вы же планируете делать встречу с риэлтором опять я даже не знаю о чем конкретно речь вниз не суть важно я просто о чем говорю риэлтор если в это не добросовестный не несем неприличный человек безукоризненно чистый он может очень много бед сделать он может начать тебя пушить в каком-то направлении просто чтобы тебя избавиться поскорее получить свои комиссионные свойства может тебе что-то не сказать такое что надо было бы сказать и так далее поэтому в этом деле элемент доверия намного выше чем например там 5 лет у него опыта и 15 то есть тут 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 такое дело поэтому рил стоит это бизнес на доверие риэлтор на доверие я же в москве этим тоже занималась да вы что и как насколько риэлтор в москве получает процент от сделки как получает как договоришься так и получает в разных агентствах по-разному я работал сначала в каком-то агентстве потом у меня было небольшое отделение я делился у меня было маленькое агентство свое и как получается у меня агенты получали начинающие 30 процентов которые уже постарше до 50 но здесь 50 получает начинающий разные вещи разные предоставляет здесь не предоставляют тебе не рекламу не клиентов ни что а в москве ты предоставляешь рекламу клиентов ты предоставляешь офис рабочее место ты оплачиваешь то есть 30 процентов получает человек который просто работал с данным ему клиентов но здесь еще кроме агента есть брокер да вот есть сделка допустим сделка на миллион опять процентов комиссионных 50 тысяч 50 тысяч раскладываются на две руки брокер со стороны покупателя брокер со стороны продавца значит каждая сторона имеет по 25000 и так допустим я брокер значит ира у меня агент если ира пришла я должен ее через всю транзакцию вести 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 все объяснять показывать я ее учу значит я говорю 25000 значит тебе половина меня половину если ира уже опытный человек агент клиента она приносит конечно но она уже матер и она делает там 15-20 транзакции в год и все такое значит я и даю 90 процентов себе беру только 10 я уже особо не нужен она сама сюда это подписывать поэтому но ты должен этого бизнес должен привести если ты не если клиент не твой то ты ты не в бизнесе ты обслуживаешь чужой бизнес поэтому поэтому агенты например начинающие они с удовольствием сидят там за 15 долларов в час на open house of опытных агентов тоже приходят люди которые смотрят у них агента нет у вас есть агент у вас есть агент у вас есть агент нет агента по клиент там и пошли дальше то есть конечно это вот наработать клиентную базу но они и зарабатывают очень успешные риэлторы очень очень хорошо зарабатывают когда будет хороший большинство риэлторов смысле большинство людей с лицензии ничего вообще не заработать поэтому но ваша была много знакомых которые как бы туда-сюда и то ли из вашей школы пошли в риэлторы после после киев то ли ски и кто из риэлторов пришли бывало по всякому самый нестабильный самый нестабильный студент это который риэлтором был потом был риэлтором и вдруг там все упал и он мучается и денег нет того нету эх думает он все пойду работать по найму приходит ну пока учится пока туда все показано что рынок опять пошел или или вдруг кто-то позвонил и говорит нужна помощь 1 позвонил готова сейчас этого обслужу и вернусь а за это время еще кто-то позвонил и очень-очень как бы сами существенная коричь про существенный процент риэлторов которые приходили в момент кризиса они потом обратно вот их вытаскивала грил эстетов как наркотик для многих они они не могут по найму работать им нужно вот такую свободу простор вы знаете что можете делать если вы в состоянии не просто покупать продавать а например там обслуживанием заниматься да есть очень много людей которые с удовольствием купили бы какую-то там недвижимость дом может быть кольку кондо но сами они живут где-то он может жить того в москве он может жить в нью-йорке он может жить я не знаю там еще где-то но нужен кто-то кто сдает кто-то кто там жильцов деньги собирают property management вы знаете что real estate license калифорнии во всяком случае он дает право на три вида деятельности продажи купли-продажи моргиджи финансирование недвижимости и менеджмент поэтому менеджмент это хороший большой бизнес но это характер имеет такой если вы любите именно с людьми там машину вести поэтому мне подписчики много писали и рачу не пойдешь к партнолу в компьютерную школу да да очень часто очень я не писал но видела да тут еще есть тонкость я скажу почему там как бы такой может быть дополнительный смысл есть потому что если бы вы работали войти нельзя тоже было у нас учились но в принципе если вы войти работаете то там все-таки такой превалирующий мужской коллектив и мужики они ленивые в целом то есть ему хочется там отношений там туда-сюда надо встать куда-то бежать там встречаться на интернете там с незнакомым человеком и он сидит там весь бедный покрывающим своем клацает и вдруг вы пошли ваш забирайте этот всех собираешь нас выбираешь игре снова тоже этого берут вот такие вот три рубашки нас по всяком случае действительно я видел очень много девчонок которые свободны и им это не был гугл там нет слово индузия могу попала и раз но я не про себя да хорошо значит у нас сегодня девушка приезжает мы за разговорами забыли послать ей навстречу человека в аэропорт вовремя вспомнили Жанна, наш педагог, ну я забыл я же говорю, не помню кому бы еще спать пристроить да, ну и в крайнем случае вот у нас Аня заперет вот, значит на ночлег так что хорошее у вас общество такое взаимовыручающее ну, ну да это же, как бы сказать ну environment такой, да, среда такая, где как бы принято приезжаешь, тебе помогают сразу кто-то, потом кто-то новый появился думаешь, ну надо что потом поделиться это не исключительно типа баш на баш, там, вот я там это, а ты мне что вопрос никогда так не стоит ну, там бывает, ну надо помочь, ну что же мне же помогали класс, молодцы расскажи, как тебе помогали ну, жены ребят, которые работали с мужем они, значит нас с дочкой повезли в школу то есть пристроили в школу нет, нет, я не везу в английскую нет, отвезли в английскую тоже отвезли в обычную школу дочкой это когда муж по Венгрии приехал да, я приехала через полгода ну, он должен был какие-то денежку собрать, там апартмент снять, все такое подготовил почву написал нам какие справки, все мы приехали и одна из жен, которая не работала в это время она на школу повезла она повезла нас на разные там медицинскую комиссию для девочки потом она повезла меня говорю, где эта школа английского языка она повезла в эту школу ведь я в одну устроила ну, в смысле, я там быстренько тест написала такое все, в общем то есть она знала, где поблизости вот от моего парка ну, то есть на самом деле принято 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 помогать, выручать плечо подставлять да и это как бы у вас тоже так небось, нет? у нас у кого? ну, в Сан-Диего вот вы живете а не знаю ну, вокруг люди-то есть а люди есть ну, принято там помогать ну, она уж самостоятельная сейчас ну, как сказать, а вот там ребенка оставлю на два часа там можно? не, я никому не оставлю у меня мама сейчас с ребенком в семье а если бы не было мамы? тогда бы не приехала бы она да а? не говорите, говорите ничего а что будем? если будем пылесосить, то будем мешать? вы пишите? ну, можем перерывчик сделать давай сделаем перерывчик нет, пылесосим давай 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 2 3 5 5 5 5 5 6 7